В этом выпуске узнаем, какие волейбольные сборные приедут в Новосибирск следующим летом и поговорим о футболе. Волейбол электризует девиз предстоящего турнира. Под него стилизована вся церемония. В зале дворца гимнастики Винер Усмановой, кажется, наэлектризован даже воздух от напряженного ожидания результатов жеребьевки. 24 команды-участницы чемпионата мира делят на 6 групп. Хозяйку турнира – Россию, действующих обладателей титула – Польшу и еще четырех лидеров мирового рейтинга изначально разводят по разным, чтобы не пересеклись на первом этапе. Дальше – воля случая. Жеребьевку проводят известные волейболисты прошлого, по очереди доставая шары с названием команд. Так формируют квартеты. Я думаю, что вы все видели, насколько прекрасно сейчас прошла церемония жеребьевки. Была проделана огромная работа и все было подготовлено очень хорошо. И, разумеется, все мы теперь ожидаем блестящего чемпионата мира в 2022 году. Так что ожидания у нас очень и очень высокие. Мы все часто работаем с организационным комитетом и мы надеемся, что нам удастся провести лучший чемпионат мира в истории, потому что именно такова наша цель. Россия на первом этапе сыграет с Тунисом, Пуэрто-Рико и Сербией. На бумаге хозяевам досталась непроходная, но все-таки не слишком сложная группа. А вот квартет Си, где Польша – победители двух последних мировых турниров, США – многократные олимпийские чемпионы и бронзовые призеры предыдущего мундиаля, а также крепкие команды Мексики и Болгарии – в пору назвать группой смерти. И именно она сыграет свои матчи в Новосибирске. Города, которые примут первый этап турнира, определяли в конце жеребьевки. Я думаю, что в принципе Новосибирску повезло, что вот так сложилась жеребьевка. И когда открывались карточки с наименованиями стран по подгруппам, конечно, предварительно делали некие расклады. Наверное, хотелось, чтобы там где-то олимпийские победители к нам попали, французы, я имею в виду, этого года. Но если брать все четыре команды, то, наверное, самые зрелищные, самые амбициозные названия стран получались именно в группе С, которая приедет в Новосибирск. К нам приедут суперзвезды мирового волейбола – Вильфредо Леон, Цветан Соколов, Мэттью Андерсон. Уверенно будут рады новосибирцы увидеть и экс-игроков «Локомотива». Поляков Абия Джизгу, американцев, братьев Шоджи и всю сборную Болгарии. Ведь даже на матчах Лока можно увидеть флаг родной страны главного тренера железнодорожников. Из групп на первом этапе в следующий напрямую выходят две команды. Борьба, за которой сибиряки следующим летом смогут наблюдать лично, обещает быть жаркой. Теперь мы знаем состав всех шести групп, которые начнут борьбу за этот трофей 26 августа следующего года. Нас ждут две недели отличного волейбола. И 11 сентября мы узнаем, какая же из команд поднимет этот трофей над головой. Футбольный клуб «Новосибирск» не сумел воспользоваться осечками конкурентов и сам потерял очки в выездном поединке против «Оренбурга-2». Матч, несмотря на счет, 0-0 получился богатым на опасные моменты. Все подробности прямо сейчас. Уже четвертый матч подряд футболисты «Новосибирска» проводили на выезде, а впереди у команды еще два гостевых поединка. В «Оренбург» сибиряки прибыли заранее, не уезжая домой после матча с Ностой. Также заблаговременно команда знала, что сыграет без ведущих полузащитников. Капитан Сергей Нарылков приболел, а Дмитрий Бакай заработал дисквалификацию. Но даже с такими потерями «Новосибирск» сумел ударно начать поединок против дубля «Оренбурга». Однако все моменты были растрачены впустую. Надо с первых минут играть на 100%. Мы начали очень уверенно, то ли почувствовали, что да, сейчас забьем, забьем, забьем. Тем самым чуть расслабились и, естественно, не забили. Не реализовав свои шансы, в первом тайме новосибирцы поплатились во втором. «Оренбург» сумел перестроить игру и уже не допускал ошибок в защите. Более того, на последних минутах именно хозяева могли вырвать победу. Но Киселев был надежен в воротах новосибирцев. 0-0 – результат, который не позволил «Новосибирску» подняться в таблице на третью строчку. Подопечные Павла Могилевского остались пятыми. Футболистам предстоит и дальше играть на выезде. Эта серия продлится для команды целый месяц. Следующий поединок «Новосибирск» проведет в Барнауле, где сыграет против «Динамо» 9 октября. Очередной чемпионат мира и очередной триумф. Выдающийся новосибирский пауэрлифтер Сергей Федосиенко одержал свою уже 22-ю победу на чемпионате планеты. Наш земляк стал сильнейшим в весовой категории до 59 килограммов. Сперва взяв все золото в отдельных упражнениях, приседе, талчке и становой тяге, а итоговая сумма в 640 поднятых килограммов позволила ему стать лучшим и по итогам троеборья. Выдающийся рекорд непобедимого сибиряка состоялся в шведском Хальмстаде – чемпионат мира, в котором участвует более 600 сильнейших атлетов планеты, стартовал 23 сентября и завершится 3 октября. На сегодня это все о спорте. С вами был Александр Ширудила. Будьте здоровы и оставайтесь на ОТС. До встречи!